Продолжается утро на Болткоме, и полчаса назад Олег Пехо и Александр Шуль, ничего не поменялось, мы никуда не делись, зато появились у нас гости, гости, с которыми мы будем общаться на житейские темы, и одна из таких тем, действительно, меняющийся мир. Вот вопросы равноправия полов, о том, что все должно быть сбалансировано, хотя вот мне кажется, что немножечко искусственно выглядит попытка подогнать под каждую профессию процентное соотношение 50 на 50 мужчин и женщин, потому что есть профессии, не знаю, учителя в школах, где больше все-таки женщин, бухгалтеры, как правило, это все-таки тоже женщины, а есть профессии, где больше мужчин. Ну, то есть, вот как бы, хотя бы, ну, пожалуйста, вчера вы были на пару вот с Маргаритой. Да, да, вот проявление инклюзивности в наших этапах, так сказать. И как раз мы стараемся тоже выправить этот гендерный баланс, тоже, значит, как бы настроить его. Поэтому вот мы хотели поговорить в сфере теперь вот в такой, как бы, чутной специфической, да, IT, насколько все-таки представляют всегда айтишников, как правило, это молодые ребята, ну, как бы, вот почему-то такое есть предубеждение, и поговорить на эту тему с IT-рекрутером, с Александрой Чудовой. Здравствуйте, Александра, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Возникают обоснованные сомнения, как можно в течение курсов, которые длятся несколько месяцев, обрести те самые знания и навыки, чтобы конкурировать на серьезном уровне с людьми, которые посвятили этому годы своей жизни и с детства буквально писали какие-то коды и занимались компьютерными всякими программами. Насколько опасен этот путь в плане, нельзя ли больше потерять, чем обрести, вот об этом хотелось бы поговорить. Да, проводя, кстати, параллели, ведь какое-то время было очень дауншифтинг моден, вот бросай все, поезжай на Гуа, там вот ты сможешь обрести себя в медитациях, и, в принципе, интересно узнать, что случилось с теми людьми, которые продали квартиру, уехали туда, а потом, может быть, надоело в Индии или что-то изменилось, и как вернуться обратно. А сейчас, вспоминая тоже старые времена, вот раньше был слоган, помнишь, комсомол берет шефство там над чем-то, все равно над чем, над детскими домами, условно, над БАМом, над космодромом Байконур, а тут такие женщины берут шефство над Айти, посыл хороший, в общем-то, почему и нет, правильно, но вот-вот-вот. Подводные камни, какие подводные камни? Все, надо замолкать, наконец-то дать возможность высказать профессионалу, все-таки рекрутер именно в Айти сфере. Александра, добрый день, еще раз извините за такую долгую вводную, где мы неправы с Олегом? Насколько действительно это легко и просто, бросить все и начать карьеру в Айти? Спасибо большое за возможность сказать. Ну вот в вашем таком вопросе, на самом деле, он состоит из многих частей, которые можем вот вкратце, наверное, обсудить. По поводу призыва женщин в Айти, конечно, есть стереотип, что Айти – это мужская профессия, это высшая математика, это Айти-технология, это как-то все суперсложно. И сейчас женщины – это очень большая аудитория, и это был дополнительный ресурс для Айти-сфер. По поводу возраста, Айтишники – это не только молодые ребята, да, то есть в свою жизнь в Айти люди начинают примерно где-то с 10-12 лет, и сейчас есть возраст там 60, да. То есть это не только молодые ребята, это просто люди, которым интересно Айти. Потому что почему-то у очень многих есть представление, что Айти – это какая-то маленькая узкая сфера. На самом деле Айти, информационные технологии – это огромнейшая сфера, где каждый человек может найти какой-то свой интерес и проявить свой потенциал. То есть это не только программирование. А что еще? Это администрирование, это дизайн, это даже маркетинг, там тоже есть информационные технологии, да, то есть придумывать креатив, рисовать, придумывать какие-то игры для детей, да, то есть геймдизайн. То есть, ну, очень много. Даже есть специалисты, которые пишут техническую документацию. То есть вот разные навыки можно использовать в Айти. По поводу образования, ну, я могу сказать, что, наверное, у каждого третьего Айти-специалиста есть незаконченное высшее образование, потому что на это есть свои причины. В университетах у нас преподают все-таки информацию достаточно устаревшую, даже самое использование базы данных, которые были там 20 лет назад. И когда человек на втором или на третьем курсе начинает работать в компании, и он видит, что знания, которые он получил в университете, они, ну, не совсем пригодны, и он учится через YouTube, через какие-то вот короткие курсы, да, там, 2-3, а может быть и 6 месяцев, и он получает гораздо больше знаний. Поэтому сейчас есть, да, такая некоторая агитация, что вы можете начать свою карьеру в Айти. Это действительно правда. Но курс в 3 месяца, они дают саму выжимку, они не дают много воды, да, есть там нету таких предметов, как английский язык, философия или там психология, или какие-то гуманитарные, да. Ну, философия, ладно, да, философия, простите, перебил, бог с ней с философией, но английский язык для Айти-сферы, он необходим просто a must. Да, конечно, но это уже человек отдельно изучает, и то, если вы пройдете там какой-то трехмесячный курс английского, если у вас до этого не было никакого опыта, вы просто его изучаете. Но потом, когда вы попадаете именно в ту атмосферу, да, где там международная компания, где у вас клиент в другой стране, и у вас основной язык английский, но представьте, что практический опыт, он даст вам в разы лучше результат, когда вы изучаете не один час в день или в неделю, а когда вы 4 или 5 часов, у вас как устная коммуникация, так и письменная, потому что даже описывают задачи очень многие компании на английском языке. То есть у вас сразу и устные, и письменные навыки подкрепляются. Александр, я готов согласиться с тем, что погружаясь в языковую среду, ты гораздо быстрее начинаешь, что называется, плавать. Сам через это прошел, да, в одном коллективе, где второй рабочий язык был английский, я, имея его, что называется, в пассиве, очень быстро активизировал. Но не каждый работодатель будет настолько любезен, настолько человеколюбив и открыт, что возьмет именно с таким расчетом. Ммм, ты не знаешь английский язык, ерунда, потянешь на работе за несколько месяцев, ты получишь ТЗ на английском языке, значит, должен будет справиться. Ну и наверняка же вы сами, как рекрутер, отдавите предпочтение человеку, даме или мужчине все равно, уже владеющим английским языком, в которого не надо будет вкладываться, в том числе временем. Ну, вопрос спорный, потому что есть работодатели, которым не нужен английский язык, они есть такие, потому что они работают там с определенными странами. Или это, например, местная компания, которая работает с государственными тендерами, государственными проектами, там английский язык совершенно не нужен. Если мы говорим про IT-специалистов, то надо понимать, что большинство информации они читают на английском языке. То есть в любом случае, какой-никакой, у них есть английский язык, они могут понимать. Да, соглашусь, что не у большинства есть такое свободное владение, когда вы сразу можете прийти и рассказать о ваших ежедневных задачах. Но работодатели ведь тоже понимают, что если у него есть технические знания, если кандидат подходит под требования и под критерии, которые там прописал работодатель или команда, то английский – это то, что можно выучить там за месяц. Да, особенно если он у тебя где-то в пассиве, и ты его использовал, например, 5 лет назад. Тем более поймите, что на нашем рынке IT-специалисты, они понимают, что знания английского языка делают их конкурентно способными. Ну, то есть даже если у тебя нет этого английского языка, но есть, например, может быть, немецкий. Немецкий тоже как один из бонусов, если вы будете его знать. Поэтому английский – это не такой суперкритерий, по которому вас возьмут или не возьмут. Конечно, он может сыграть роль, но работодатели тоже думают на перспективу. И они, даже мы, как рекрутеры, предлагаем, что кандидату за месяц сейчас взять преподавателя, подтянуть навыки английского языка для того, чтобы хотя бы понимать, что говорит клиент, чего он хочет. Да, может быть, какую-то грамматику подтянуть. И все. Ну, то есть это вопрос времени, очень короткого времени. Ну, хорошо. Давайте оставим английский язык. Олег, у тебя вопрос, да? Да, но у меня вот был вопрос вот как раз по курсам, потому что можно ли действительно за три месяца овладеть то, чем люди учатся? Просто провожу параллель, вот как, предположим, в курсы хирурга. Вот объявили, за три месяца вы освоите кратенько, но сможете там вырезать аппендицитик. Есть прекрасное пособие на Ютубе, например. Да, вот, например, изучаю на Ютубе. Вот можно ли так вот все-таки сходу? Вы знаете, если сравнить хирургии и IT, в IT есть всегда возможность сохранить свои предыдущие шаги, которые вы сделали. В хирургии, к сожалению, цена ошибки очень высока. Если мы говорим, предположим, три месяца, да, вы не получите там супер больших знаний, потому что в любом случае в IT очень важна практика. Потому что вот я вот как раз тоже думала про компанию. Каждая компания IT, она как свое маленькое государство со своими процессами, со своим качеством, со своим отношением к написанию тому же самому коду. Поэтому даже если вы выучите на курсе и вы получите какие-то знания, это означает, что вам дальше придется, ну, так сказать, копать самому, да, изучать. То есть курс вам только даст введение и понимание, а вам вообще-то надо. То есть вам не нужно тратить четыре года в университете, когда вы можете за три месяца или там за шесть месяцев получить какую-то основную базу. Тем более те курсы, которые есть сейчас, вы представьте, это курс не один час в день, это курсы с девяти до пяти вечера. Такое полное погружение, да? Это полноценное, да, это полноценное погружение, потому что тогда преподаватели, наставники, компания, которая дает знания, она дает гарантию компаниям, в которых будут трудоустраиваться сотрудники, потенциальные кандидаты, что они дали им знания вот тут и тут. Тем более ведь обучение, оно же не только там слухая теорию, как, например, в университетах, да, здесь вам сразу дается практическое задание. Ну, и чаще всего это преподаватели, это не теоретики, а практики, которые уже работают в каких-то компаниях, и они чаще всего, бывает, и для себя нанимают этих людей. Поэтому я вижу в таких краткосрочных курсах много плюсов. Много плюсов и возможностей, что вы можете начать свою карьеру в IT, ну, пробуйте три месяца, если вам подходит, то вы идете дальше изучать. Конечно, про поиск работы – это уже другой вопрос, потому что здесь действительно очень-очень много сложностей. После трехмесячных курсов не все готовы брать к себе на работу. – Возвращаясь к вопросу о гендерном равновесии, в том числе в IT-сфере, нет ли опасности тоже такого перекоса для соблюдения некой процентной нормы, ну, условно, 50 на 50, да, в идеале, предпочтение отдается более слабому кандидату, но только потому, что она женщина, и нужно набрать определенное количество женщин. И вот, мне кажется, в этом уже заложено что-то бесчеловечное. То есть совершенно обратный процесс начинается. Вовлечение не потому, что действительно искренне люди уверены, что, ну да, ну почему девчонок надо подтягивать к этому тоже, а потому что нужно соблюсти определенные нормы. – Какая-то формальность. – Формальность, чтобы выслужиться для галочки и так далее. – Это очень интересный вопрос. За свои 6 лет, которым вот я целенаправленно занимаюсь сбором персонала, рекрутингом, ни один работодатель мне не сказал, что мы возьмем девочку, там, женщину, потому что нам надо. То есть я знаю на нашем рынке только одну компанию, которая пытается быть в тренде, которая международная, которая, ну, есть своя стратегия развития там на ближайшие 10 лет, да, то есть они там возьмут всех. Но по факту, если мы рассматриваем нашу Латвию, знаете, есть такой сленг, наша Латвия такая олдскульная, да, то есть у нас сейчас нету гендерного различия. Если девочка знает, не знаю, там, ручное тестирование, и она хорошо с этим справляется, они возьмут ее. Если мальчик лучше знает, он возьмет его. То есть сейчас наши компании, они не думают о том, что им надо взять побольше девочек, потому что там в тренде и так далее. Нет. В первую очередь сейчас работодатели думают о том, что есть продукт, который надо развивать, и им нужны технические специалисты. Ну, конечно, в зависимости от вакансий. Поэтому я не могу сказать, что есть какое-то гендерное. Но нет. Но нет. Возможно, лет через пять нашу страну эту придет прям под массово. Но на самом деле сейчас я только такое слышу от одной компании, но я понимаю, что это их стратегия развития. А то есть где-то вне олдскульной Латвии такие процессы действительно происходят? Действительно для галочки. Да, в Европе, да, в Англии, да. А в Германии нет, пока такого не замечала. То есть, ну, я могу просто говорить про те страны, где мы работаем. Да, в Англии, да, в Германии нет, в Чехии нет. А в Голландии там у них настолько высокий спрос, что они просто берут всех. Ну, и там, Болгария тоже нет. Ну, вот могу только про эти страны сказать. Вы прямо успокаиваете. Напомню, мы беседуем с айфирик утром, Александр и Отчудовый. У нас есть звонок, да, в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Разрешите, я задам вопрос и прокомментирую. Первое, абсолютно согласна, что мы должны говорить о женщинах в IT, но не должны создавать какие-то преимущества им при выборе как кандидатов. Конечно, преимущество только-только их профессиональные качества. Но вот потом, когда женщина работает, молодая женщина, мы должны ей помочь строить свою карьеру, когда она станет мамой, когда у нее будет семья. Вот это, наверное, прежде всего, и это очень важно. Гибкость графика, помощь и так далее. Ну, и второе, очень умная коллега у вас сказала про высшее образование, что в университетах дают старые знания. Абсолютно не согласна с ней. И хочу сказать, что вот такие курсы дают человеку инструмент, но не дают ему широту взглядов и понимания, как применять этот инструмент. Обратите внимание, какие у нас сложности с IT-системами большими, в е-доровье и так далее, и так далее. Это как раз потому, что очень много узких профессионалов, не понимающих, как решать задачу в целом. И хотела бы спросить, а какое образование у вашего гостя? Спасибо. Спасибо огромное за звонок и комментарий. Александра, признавайтесь в собственном образовании. Да, хорошо. У меня высшее образование в Ресебе бизнес-технология, у меня профессиональное образование предпринимательской деятельности в Латвийском бизнес-колледже, и у меня незаконченное высшее медицинское образование. Так что я еще и начинающий физиотерапевт. Извините, что пришлось так буквально отчитаться. Но по сути, как вы можете прокомментировать этот звонок? Защиту высшего образования, я понимаю, там все-таки. Нет, я не против высшего образования. Ну, то есть как бы высшее образование в любом случае, оно всегда нужно для, вот как сказала девушка, для мировоззрения, для получения фундаментальных знаний. Я не говорила про то, что против. Да, то есть я просто сказала о том, что какая есть тенденция и динамика среди IT-специалистов по тем резюме, которые я вижу. У очень многих есть магистратура, да, то есть высшее образование. Но у многих его, оно просто незаконченное, потому что они поняли, что в университете давали какую-то теорию, и им было интереснее получить вот эти фактические знания. Но это не означает о том, что можно, может быть, через 10 лет они войдут и закончат для того, чтобы был сертификат, для того, чтобы было высшее образование. Потому что даже на международном рынке, да, на Европе, высшее образование очень ценится. И даже в некоторых, ну, в некоторых странах, если у вас не будет высшего образования, вас просто, ну, не релацируют, не дадут возможности развиваться, и не дадут возможность развиваться по карьерной лестнице. Да, поэтому я как бы за высшее образование. Оно у меня есть, к радости. Александра, да, что касается, прекрасный пример в этом звонке тоже прозвучал, решения, вот эти массивные решения на государственном уровне, Ездоровье, та же самая сайт вакцинации, которые повисли в первый же день, Елатвия и так далее. А как вы, как специалист, рекрутер в IT-сфере, можете прокомментировать работу айтишников, которые занимаются подобными платформами? Кто их понабрал таких, что они не умеют все это делать? Кто их понабрал? Вот это, наверное, действительно вопрос сделать, кто их взял, и как оценилась их компетенция. Как сделаны продукты именно на государственном уровне, я, к сожалению, ну, то есть частично, пользуюсь этими услугами, да, то есть когда ты к врачу записываешься еще как-то. Но, честно говоря, я не могу здесь прокомментировать. Зависит ли это от того, что есть ли человек образование или нет, то скорее, да, какие компетенции и кто их отбирает. Потому что иногда работодатели бывают, что берут всех, потому что, ну, потому что горят сроки, да, и там, ну, вот если человек может заняться этой задачей, он их берет. Есть компании, которые вот очень-очень такой строгий критерий выбора кандидатов. Поэтому, ну, к сожалению, я не могу прокомментировать, там, отвечать за всех. скорее, надо просто уже разбираться по ситуации, почему так происходит. Александра, ну, брать отдельную ситуацию отдельно. Последний, очень короткий вопрос. До какого, в каком возрасте можно вот отправляться в эту сферу? Может ли гуманитарий стать айтишником? И вот, ну, есть ли вопросы какие-то границы возраста, что уже там вот, не знаю, 30, 40, 50 лет уже поздно, все, там, поезд ушел? Нет. Вы можете начать в 35, в 40, в 45. То есть, когда вы можете начать, когда вы сами готовы посвятить этому времени. Потому что, когда вы понимаете, когда вы входите в новую сферу, вам нужно, ну, как минимум, там, сколько-то часов, тысяч часов проработать, прочитать, понять, там, прописать, попробовать. Но надо понимать, что в нашей стране, вот, эйджинг, это вот такая вот возрастная дискриминация, она есть. И вот это действительно очень большая проблема, что людей, там, после, там, 45 плюс в новую сферу чаще всего не возьмут. ему скажут про компетенции, про навыки, но на самом деле это вопрос может быть возраста. И это действительно очень большая проблема для нас. Но это немножко противоречит первой части вашего ответа. Что, давайте в любом возрасте 45, я и тебя опять. И тут же вы говорите про эйджизм. Не-не-не-не, я сказала про то, что когда вы можете начинать свою карьеру, вы можете начинать, но также я сказала о том, что первый год поиска работы, он будет очень сложный, потому что, когда у вас нету опыта, и у вас есть... Можете начинать, но не в Латвии, короче говоря. В Латвии, к сожалению, в Латвии эйджизм. Ну, есть такое. То есть я как рекрутер, я могу это подтвердить, что действительно такое есть. Сейчас настолько мир дигитализировался, настолько сейчас актуальна удаленная работа, что вы можете работать, ну, вы можете начинать как фрилансер, вы можете брать какие-то маленькие проектные заказы, тестировать. Дальше вы можете идти в найм. Сейчас, ну, как бы не надо смотреть на работу в IT, это всего лишь найм. То есть не надо смотреть как что-то узкое. Я бы сказала, что здесь очень много альтернатив, как вы можете развиваться, то есть как можно здесь развивать свой потенциал. Александр, к сожалению, нам показывает, время закончилось. Спасибо огромное. Прекрасно поговорили. Огромное спасибо Александре Чудову и IT-рекрутеру. Начали с одной темы, расширились как до вселенских масштабов. Спасибо, Александр, что были с нами. Удачи, всего доброго. У нас небольшая пауза, после которой интереснейший гость, специалист по этикету и такой специализик, как 8 марта у нас сегодня получается, то про женщин в IT-сфере мы начали говорить. Следующая тема, кормление грудью в общественных местах. Это вообще допустимо или нет? потому что участились случаи. Утро.